Да случайно, кто-то спросил, как его зовут. Я не подумал, сказал, что Миша, но он Мишей получил. Стал Мишей. Загадочного Мишу откопали археологи несколько дней назад. Найти первичное захоронение в этом памятнике ученые никак не ожидали, потому что могильник, по их словам, принадлежит временам Махе, это 8-9 век, а те, в свою очередь, так людей не хоронили. Народ Средневековья сначала давал исливать мягким тканям, а затем сыпал кости в могилу. Здесь человека закопали сразу, причем со стрелами. Возможно, они были положены уже во время погребального обряда. Может быть, опять же, нужно смотреть специалисту, какие-то из них могли быть просто в мягких тканях. Например, вот это. То есть, он ранен мог ими быть. В захоронениях Махе должно быть много керамики, а здесь ее практически нет. Да и поза скелета археологам не дает покоя. Появилась мысль, что человек был связан, поэтому ноги и руки у него скрещены. Налицо криминальная составляющая. Вот на помощь и позвали судмедэксперта. Материал, с которым мы работаем, это либо криминальные трупы, либо обнаруженные скелетные останки, которые уже, скажем так, свежие нынешнего времени. Основа-то одна и та же получается, просто в результате длительного пребывания в земле они очень сильно видоизменяются. Гораздо меньше признаков сохраняется, чем, допустим, на год, на два, допустим, три и так далее, до 30 лет, до 40 лет. Роман Шульмин такого древнего скелета еще не видел, хотя в раскопках уже участвовал. Эксперт определил, что на момент смерти Миши было от 24 до 35 лет, и он не был связан. Левая нога, грубо говоря, постоянно имела вот такую форму. Не сгибалась, не разгибалась, если, например. То есть он инвалидом был? Получается, да. Больше похоже на заболевание, чем на травму. Что такое разрастание костных костных костных, нормальные, здоровые, большеберцовые кости. А какое заболевание? Туберкулез или сифилис обычно такое вызывает. А в те времена? Может быть, какие-то обмены, нарушения. Были они уже. Чтобы определить век захоронения, материал отправят на экспертизу. Ученые изучат уголь, грунт и кости. Тогда и сложатся пазлы. Ориентировочно к Новому году. Самое главное здесь, что материал спасен, материал уникальный, материал интересный. Я думаю, еще бы год, и мы бы его потеряли. Мы потеряли бы под плугом, который здесь. Это сельхоз в годе. Мы уже для себя наметили ряд научных статей, которые с этого материала в любом случае мы напишем. В любом случае мы внесем какое-то новшество в период, исторический период, связанный с Махэской эпохой. Практически все находки обнаружили на глубине около 90 сантиметров. Кроме могилы Миши, здесь нашли еще около 50 захоронений, в которых не только кости, но и украшения. Экспедиция закончится в 10-х числах августа. Увидеть же Мишу чуть позже смогут все желающие в Краеведческом музее. Археологи планируют передать туда все усть-ивановские артефакты. Ирина Стругачева, Степан Юдинцев, Альфа Новости.